Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – это денежная форма выделения бюджетных средств гражданам, предназначенная для внесения платы за жилье и коммунальные услуги. Рассчитывается эта мера социальной поддержки, исходя из регионального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи. Сумма субсидий для каждого заявителя индивидуальна, так как процент собственных расходов получателя на оплату жилищно-коммунальных услуг колеблется от 2% до 15% в зависимости от среднедушевого дохода семьи. Чем ниже доход, тем меньше собственных средств будет потрачено на оплату жилищно-коммунальных услуг, тем выше будет размер субсидий. За 7 месяцев года субсидией на оплату жилого помещения и коммунальные услуги в Губкинском воспользовались 326 семей. Из бюджета округа на эту меру соцподдержки городу выделены средства в размере 6 миллионов 700 тысяч рублей. Напомним, что субсидия выдается сроком на полгода, после чего граждане имеют право вновь подать документы в Управление по труду и социальной защите населения на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальные услуги. Перечень документов – это паспорт Российской Федерации, свидетельство о рождении детей, свидетельство о заключении о расторжении и браках, свидетельство на право собственности на жилое помещение, либо договор найма на жилое помещение, начисление за предыдущий перед подачей заявления месяц и справки об отсутствии задолженности. Ежемесячно специалисты соцзащиты отслеживают, как получатели субсидии оплачивают коммунальные услуги. В случае, если у граждан появляется задолженность, выплата льготы приостанавливается и возобновляется после погашения задолженности перед управляющими компаниями, ресурсоснабжающей организацией и энергосбытом. Многодетные семьи города, кроме субсидий на оплату жилого помещения и коммунальные услуги, имеют право на получение иных мер социальной поддержки. Многодетным семьям предоставляются меры социальной поддержки в виде возмещения расходов в размере 30% по оплате коммунальных услуг, независимо от вида жилого фонда, то есть капитальное деревянное жилье. Сегодня в Управлении по труду и социальной защите населения Губкинского на учете состоит 322 многодетных семьи. Всем им возмещается часть расходов по оплате коммунальных услуг. Екатерина Склюева, Денис Гонцов, Новости Губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова